Американист прокомментировал слова Помпея о выводе войск из Сирии. Радиоспутник Американист прокомментировал слова Помпея о выводе войск из Сирии. 17 часов 35 минут. Знак авторского права. Коалиция США в сирийской провинции Дейр-Эзор. Знак авторского права. Госсекретарь США Майк Помпея подтвердил, что Соединенные Штаты выведут войска из Сирии. В эфире радиоспутник политолог-американист Рафаэль Ардуханин высказал мнение, что американская администрация в очередной раз играет на публику. 27 декабря 2018 года, 11 часов 34 минуты политолог, США продолжит играть роль мирового полицейского, но по-другому США не могут оставаться мировым полицейским, заявил президент страны Дональд Трамп. В эфире радиоспутник, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского госуниверситета Илбус Ярулин высказал мнение о том, что стоит за подобными заявлениями. Госсекретарь США Майк Помпея на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри подтвердил, что США выведут свои войска из Сирии. Пресс-конференцию транслировало египетское телевидение. США продолжат поддерживать борьбу с исламским государством «звездочка» в разных местах. Что касается вывода американских войск из Сирии, то президент принял это решение, и это решение будет выполнено. Никаких противоречий нет, сказал Помпея. Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство-звездочка» в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа на ДГ «звездочка» не означает прекращение работы международной коалиции. В эфире радио «Спутник», политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ардуханин прокомментировал заявление Помпея. В данной ситуации это игра на публику. Никакие стандарты, никакие категории, критерии в этом деле не имеют никакого смысла, все будет зависеть от внутриполитической ситуации в Америке. Вообще для того, чтобы определить вектор, тренд внешнеполитического курса современной Америки, нужно пристально следить только за внутриполитической ситуацией. Если ему, Дональду Трампу Ред, удастся в какой-то сфере урегулировать противоречия, которые сейчас возникли с Конгрессом, то тогда процесс будет ускорен. Если этого не произойдет, у Трампа будут проблемы или Конгресс начнет импичмент, то, как показывает история президента, Билла, Клинтона, начнутся спорадические движения на международной арене. Это могут быть бомбежки, ввод войск или их вывод. Мы имеем дело с самой некомпетентной администрацией за всю историю Америки. А что двоечник в следующий раз выкинет, решая свою контрольную работу, сложно предугадать. Можно ожидать чего угодно, сказал Рафаэль Ардуханян. Террористическая организация, запрещенная в России. 25 декабря 2018 года, 20 часов американцы долго прощаются и не уходят. Политолог о войсках США в Сирии Международная коалиция во главе с США сообщила о новых атаках на ИК несмотря на заявление президента Дональда Трампа о победе над этой террористической организацией. Политолог Михаил Синельников Аришак в эфире радио.